Этот белый глянцевый шар не предмет интерьера, а инновационная ветроустановка, аналогов которой в мире нет. Около ста аэродинамических испытаний одобрения специалистов из Германии и Японии. Аэроглоб так назвали свои изобретения иркутские инженеры. Мощность 100 ватт может быть использован для освещения пешеходных переходов, обеспечивать работу светофоров и камер наблюдения. Экономия электроэнергии в два раза выше, чем у обычных трехлопастных установок. И это не единственное преимущество. Трехлопастные горизонтальные ветроустановки, они работают до 12 метров в секунду. И после этого они уже не работают. Наши работают при любых штормовых ветрах, в любых погодных условиях. Но это такое основное направление у нас. И еще у нас не нужна ориентация на ветер. Потому что большинство поломок происходит как раз из-за системы ориентации на ветер. У нас она отсутствует. И она намного дешевле и надежнее. Работает в дождь, снег, жару, при ураганном ветре. Что немаловажно для использования в городских условиях, работает бесшумно. Диапазон более 30 метров в секунду. Аэроглоп создан таким образом, что исключено попадание посторонних предметов в полость вращения рабочего колеса. Инженер Вячеслав Беглюк воплотил в жизнь разработку своего коллеги, инженера аэродинамика Юрия Криулина. Обычная трехлопастная схема и те схемы, которые используются на сегодняшний день в мире, они ориентированы по оси генератора горизонтально. Мы же, в частности Юрий Валентинович Криолин, предложил ориентировать генератор по оси вертикально. В этом уникальность разработки и ее параметры, которые мы получили в результате тестовых испытаний и доказали это мировому сообществу. Первая пробная партия аэроглобов будет выпущена к концу января. Образцы раздадут заказчикам для тестирования. В планах на будущее разработка ветроустановок и других классов мощности на 1, 3 и 5 киловатт. Анастасия Бурлакова, Евгений Шарипов. Новости и сейчас.